Игнатий Лапкин. Иоанн Златоуст, пользуясь этим местом Священного Писания о бесстрашии Иоанна Крестителя, обличающего тирана, говорит, что и ты можешь стать мучеником. Пойди и обличи беззаконника, стоящего у власти. Как пророк предтеча, не мог не знать характер Ирода, и вряд ли он надеялся на то, что деспот примет от него обличение и наставление. Но он пошел и лишился своей головы. Подобное случалось в истории Церкви Христовой не раз. Мы можем в этом ряду увидеть и мы узнаем героев веры, обличающих стоящих у власти. Иоанн Златоуст, Максим Исповедник, Феодор Студит, Исааки Далмацкий, Митрополит Филипп и другие. Почему же нынешнее церковное правление патриархии не заботится о нравственности населения? Когда правители беззаконничают, никем не обличаемые, то ниже стоящие у власти и простой народ развращаются, привыкнув думать, что беззаконие ненаказуемо. Вот недавний случай, о котором теперь знает практически весь мир. Как утверждают СМИ, вот что случилось с нынешним патриархом Алексием Вторым. Патриарха Алексия потрясло видение Феодосии Печерского. 28 октября у патриарха всея Руси Алексея Второго случился сердечный приступ. Врачи также подозревали микроинсульт. Ему стало плохо во время архипастерской поездки в Астраханскую епархию. Врачи успели оказать ему квалифицированную помощь и во вторник больного перевезли в Москву в ЦКБ. Представители СМИ моментально связали болезнь патриарха с переживаниями последних трагических событий в Москве. Однако мало кто знает, что в действительности послужило причиной удара. Информация о том, что на самом деле произошло в Астрахане с патриархом, пришла к нам из конфиденциального источника в окружении Алексия. Возможно, эти сведения прольют свет на истинные причины внезапного недомогания Алексия. Но кто в самом деле и знающих хладнокровность патриарха поверит в официальную версию. Вспомним, когда расстреливали Белый дом в 1993 году. Ридигер это перенес вполне спокойно. Да и другие не менее драматические события он переживал совершенно безмятежно. В этот же раз, по словам нашего источника, истинной причиной приступа стало некое видение, посетившее и потрясшее патриарха. В том, что увидел Алексей перед тем, как с ним случился удар, он признался нескольким лицам, окружавшим его. Вскоре после видения, за несколько часов перед тем, как состояние его здоровья стало резко ухудшаться. При этом более всего патриарха поразил сам сверхъестественный факт, ибо, как утверждает источник, Алексей, несмотря на свой высокий церковный сан, воспринимает религию скорее как традицию и ритуал, ниже на самом деле хоть во что-то верит. Однако в видении неожиданно посетившим патриарха явился некий благообразный старец в монашеском одеянии, назвавший себя игуменом Феодосием Печерским. Как известно, этот настоятель Киево-Печерского монастыря, живший в XI веке и стоявший у истоков православия на Руси, еще при жизни почитался верующими как чудотворец, а после смерти был признан святым. Святой Феодосий стоял прямо перед патриархом. В его светлых пронзительных глазах не было гнева, но был заметен жестокий укор. Алексий передал дословно то, что он услышал от старца игумена. Отпали от Бога ты и многие братья твои и к дьяволу припали, произнес святой. И правители Руси не правители уж суть, а кривители. И церковь потворствует им, и не стоять вам по правую руку от Христа. И ждет вас мука огненная, скрежет зубовный, страдания бесконечные, ащи не опомнитесь, окаянные. Милость Господа нашего безгранична, но слишком долг для вас путь к спасению, через искупление бесчисленных грехов ваших, а час ответа близок. После этих слов видение исчезло, оставив совершенно оцепеневшим Ридигера, который никогда ничего подобного не испытывал. Более того, всегда со скептизмом относился к сообщениям от всякого рода чудесах. Вскоре после этого патриарху сделалось плохо. Те, кто оказывал ему первую помощь, утверждают, что больной едва слышно шептал, «Не может быть! Не может быть!» Официальный диагноз, который поставили врачи в больнице, звучал. Гипертонический криз с элементами динамического нарушения мозгового кровообращения. Перед самым критическим обострением состояния здоровья Алексей рассказал о своем видении, пребывая в состоянии крайней подавленности. По версии источника, позже немного придя в себя, патриарх заявил, что где у него были галлюцинации. Однако то, что он перед этим рассказал о явлении Феодосия нескольким людям, свидетельствовало, что растерявшийся Алексей пытался найти опору в ком-то в минуту глубокого душевного оцепенения, в которое его ввергли слова Феодосия. По мнению источника, Алексей никогда не расскажет о видении никому более. Тем не менее, слова о том, что это был Феодосий Печерский, полузабытый святой русской православной церкви и другие детали, а также потрясения, которые испытал патриарх, говорят о том, что такой факт был. Обратим внимание на то, что святой говорил о потворстве церкви грехам правителей Руси, которых он именует кривителями. Иными словами, речь идет о тесной связи государственной и духовной власти в россиянии. Отметим также, что и сама судьба Ридигера каким-то мистическим образом связана с нынешней политической системой. Он был возведен в Сан-Патриарха в конце Перестройки, когда уже формировались очертания современной абсурдной россиянии, когда Борис Ельцин уже вовсю заявлял свои претензии на верховную власть. Патриарх жил вместе с режимом, возвышался вместе с его утверждением, а в самые критические для него моменты выступал как опора режима. Именно так было, например, в начале осени 1993-го, когда и россиянская власть, казалось бы, держалась на волоске. Так, не связана ли и нынешняя болезнь Патриарха с очередным тяжелым для политической системы периодом? Как представляется, связь церкви и государства действительно носит мистический характер? Но от Бога ли исходит в нынешней России? Это сообщение может быть истинным. Тогда остается только один вопрос. Почему это видение так запоздало явилось? И почему не была продолжена речь преподобного Феодосия? По смысловедении, какие были святым, здесь обязательно должны были звучать слова, которые слышали всегда святые, такие как Серафим Саровский, что Бог наказывает в первую очередь за то, что не просто отступили от Бога, но именно от Слова Его, и Слово Божие заменили своими вымыслами? Или патриарх Редигер Дроздов недосказал виденное в видении? Если же этого видения не было, а его просто придумали, сфабриковали не другие патриарха и православной церкви, то фабрикация сия более похожа на правду, чем сама правда. Неужели сам патриарх и сотоварищи не видят, во что превратилась организация, которой они столько лет руководят, которую называют православной церквью и московской патриархией? Абсолютное полное обмерщение, и нигде, и ни в чем церковь и мир не отличаются. Василий же Великий утверждает, что у верующих все иное, не только духовные жизни, но и одежда, и еда, и походка, настолько иное, и так отличается, как овца от волка, как голубь от ястреба. Неужели действительно Бог не может найти свободного в нашей жизни времени, незаваленного грехами, места жизни, через которые Он мог бы достучаться до нас, и вынужден обращаться к нам только через видения и сновидения? Слово Божие предвидело это, побуждая во все дни и во все века искать связи с Богом, откровения от Него только через Слово Его и через молитву. Книга Иеремия, 23-28. Пророк, который видел сон, пусть и рассказывает его, как сон, а у которого мое слово, тот пусть говорит слово мое верно. Что общего у мякина с чистым зерном, говорит Господь? Сегодня мы получаем сведения об одном видении, якобы бывшем патриарху, но завтра совершенно обратных видений будут тысячи, и все они будут подтверждаться и мироточением, и нетлением, и благоуханием, и все они могут быть от дьявола. Дух лжи наполняет не только этот мир, но и те места, где возносятся молитвы к Богу. Этот Дух умеет вызвать доверие к себе, и этот Дух находит поддержку и отклик от придержащих эту мирскую власть. Книга Третье Царство, 22, с 20 по 23 стихи. И сказал Господь, кто склонил бы Ахава, чтобы он пошел и пал в Рамофе Галаадском? И один говорил так, другой говорил иначе, и выступил один Дух, стал пред лицом Господа и сказал, я склоню его. И сказал ему Господь, чем? Он сказал, я выйду и сделаюсь Духом Лживым в устах всех пророков его. Господь сказал, ты склонишь его и выполнишь это, пойди и сделай так. И вот теперь попустил Господь Духа Лживого в уста всех сих пророков твоих, но Господь изрек о тебе недоброе. Иеремия 5, 31. Пророки пророчествуют ложь, и священники господствуют при посредстве их, и народ мой любит это. Что же вы будете делать после всего этого? Иеремия 6, 13. Ибо от малого до большого, каждый из них предан корысти, и от пророка до священника, все действуют лживо. Иеремия 23, 11. Ибо и пророк, и священник лицемеры, даже в доме моем я нашел нечестие их, говорит Господь. Михея 3, 11. Главы его судят за подарки, и священники его учат за плату, и пророки его предвещают за деньги, а между тем опираются на Господа, говоря, не среди ли нас Господь, не постигнет нас беда. Сафония 3, 4. Пророки его, люди легкомысленные, вероломные, священники его оскверняют святыню, попирают закон. Человек, который любит Святую Библию и читает ее как Слово Божие, в этом видении Патриарха ничего нового для себя не найдет, ибо Слово Божие постоянно говорит об этом. Любите Святую Библию, которую даст в миллионы крат больше, чем любое видение. Господь близко. Описание этого случая с Патриархом, бывшего или не бывшего, дает надежду на то, что Бог сохранил неведомый нам остаток тех людей, которые не согласны с тем, что вытворяют деятели лжеправославия под вывеской Московской Патриархии. Продолжение следует...